Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 23 января По народному месяцу слову Григорий – летоуказатель В этот день христиане чтут память епископа Григория Низкого Жил в Каппадокии, 4 век Хозяйки в это время суетились у печи Радуясь окончанию рождественского поста и возможности приготовить всякие кушанья А те, кто хотел свадьбу сыграть, до весны не откладывая, спешили ее справить Ведь придет масленица и положит конец зимним свадебным неделям Шумный кортеж, состоящий из многочисленных друзей и родственников Порой на целую версту растягивался И каждый в этой веселой компании величался по-своему Например, деда или отца жениха, ехавшего во главе свадебного поезда с образами в руках Называли боярин или тысячский Товарищи жениха – бояре А подруг невесты – боярки Лучшего друга жениха, скакавшего перед вереницей саней верхом на коне, звали вершник А кучера невесты – возила или повозник Родственник, отвечающий на свадьбе за питье, был гвоздарем или бочкарем А хранитель брачных покоев – клетником Главного распорядителя свадьбы со стороны жениха называли дружкой А того молодца, что шапкой жениха заведовал – колпачником или подколпачником Младшего брата невесты или мальчика, продающего ее косу – косником Женщин, пекущих обрядовый каравай – каравайницами Тех, кто двери перед молодыми отворял, величали ключарями, сторожами, придворниками А колдуна или знахаря, оберегающего свадьбу от дурного глаза – вежливец Родственники невесты, отвозившие в дом жениха ее постель, назывались коробейниками А гости со стороны жениха – поезжане Мужчина, сватавший невесту, был сват или сватовец А если это щекотливое дело доверялось женщине, тогда ее свахой или сведуньей называли И, наконец, все участники свадебного поезда звались свадебниками или свадебщиками Все гости, чтобы оградить свадебные торжества от сглаза и порчи, должны были поверх платьев и рубах подпоясаться вязанными поясками, в которые сотни крошечных узелков вплетались Считалось, что злые силы до той поры не смогут молодым вреда учинить, пока последнего узелка на гостевых поясках не развяжут Чтобы супружеская жизнь была долгой и счастливой, невесте дарили гребень А жених должен был в день свадьбы положить в карман хоть щепотку соли, а в каждой из носков по медной монетке Против козни темных сил и черного глаза на теле или в складках праздничного платья Жених с невестой прятали лук, чеснок, янтарь, ладан, льняное семя, иголки без ушек, кусочек ольховой коры А под ноги стелили меховой полушубок, как символ будущего богатства и благополучия Ну а само свадебное застолье проходило, как и поныне, шумно, весело, со множеством яств и напитков Шумный пир растягивался порой на несколько дней, переходя из одной избы в другую А уже через год бывшие молодожены собирали родных и друзей на ситцевую свадьбу Получая в подарок отрезы этой яркой красочной ткани Пятилетие совместной жизни отмечали свадьбы деревянной, семилетие – медной А свадьба розовая была итогом десяти прожитых в супружестве лет Черед стеклянной свадьбы наступал на пятнадцатый год А еще через пять лет можно было отмечать свадьбу фарфоровую Пройдя по жизни четверть века, супруги, обменявшись серебряными колечками, справляли свою серебряную свадьбу А прожив в мире и согласии еще пять лет, отмечали они свадьбу жемчужную, затем полотняную и рубиновую А потом приходило время свадьбы золотой, венчавшей полувековой совместный путь счастливых супругов Прожив вместе шестьдесят лет, можно было отмечать бриллиантовый юбилей Свадьбу платиновую справляли на шестьдесят пятом году совместной жизни А еще через пять лет наступал черед свадьбы коронной А как бы назывался столетний юбилей со дня свадьбы небесного деяния богов, соединяющего роды для их продолжения и умножения Дай вам, боги, ее отметить, а нам погулять Долголетия супружеской жизни вам, славяне А если в этот день свадьбы не играли, то начинали планировать проведение весенних работ, подготавливать инвентарь для этих целей 23 января проверяли закрома, перебирали зерно для посадки Крупное зерно шло в поле, а мелкое – на мельницу для производства муки Именно в день Григория Летоуказателя навещают стоговых – духов, которые живут в стогах и скирдах сена, заготовленных на зиму Верили, что они находятся в родстве с дворовым Зла человеку никогда не делают Представляются сенные духи в образе крошечных мужичка стогового и бабы – стожихи, из волос которых торчит сена Говорили, что если относиться к стоговым с заботой и вниманием, то они не подпустят грызунов к припасам Но свадьбы – свадьбами, дела – делами А и не забывали примечать, на что им Григорий Летоуказатель о погоде на лето указывал Если на стогах и деревьях виден иней, значит лето будет прохладным и ненастным Дует ветер с юга, значит в июне месяце будут частыми грозы и дожди Иней и к вечеру не проходит, к тому, что вскоре погода испортится Ясная и сухая погода этого дня предвещает сухое и жаркое лето Первая капель на день Григория обещает теплое лето И говаривали, залу и мусор в этот день на улицу не выносят, чтобы не вынести из дому свою удачу Чтобы быть здоровым, при нарезании хлеба крошки со стола в ведро бросать нельзя Их обязательно съедают Светлых и радостных дней вам, славяне! Братья-месяцы